Что вам рассказывают в школе о деньгах? Ничего, это не ошибка, это не случайность. Чтобы заставить бедняков и средний класс работать усердно, нужно никогда не учить их тому, что знают богатые. Богатые рассказывают своим детям о деньгах то, что бедняки и средний класс не рассказывают. Если вы читали книгу «Богатый папа, бедный папа», первый урок богатого папы, богатые не работают ради денег. Не суйся туда, если я тебе заплачу, ты будешь думать как работник. Твой разум изменится. Если ты научишься никогда не работать ради денег, ты будешь богатым человеком. Люди, которые облажались сегодня, бедняки и средний класс, потому что они работают ради денег. Знаешь, банкиры не работают ради денег, их деньги работают на них. Да, здесь очень большая разница в менталитете. Что такое финансовое образование? Это не получить работу, усердно работать, копить деньги, инвестировать в хорошо диверсифицированный портфель государственных ценных бумаг плюс в боевые инвестиционные фонды. Это не так. Финансовая индустрия – это две вещи. Долги и налоги. Долги и налоги. Мы все еще говорим детям идти в школу, получить работу, усердно работать, экономить деньги и выбраться из долгов. Кто сейчас говорит им это делать? Это самая нелепая вещь. В начале книги в первой строке написано «Экономия денег не сделает вас богатым». Да, этого никогда не будет, вы знаете это. И все это преподается детям. Да, потому что они могут напечатать деньги. Зачем ты экономишь деньги и зачем ты работал за них, если они могут напечатать их быстрее, чем ты можешь работать ради них? И во-вторых, они продолжают снижать процентные ставки. В Японии все еще действует политика нулевой процентной ставки. И японцы – самые бережливые люди в мире. Я – японец в четвертом поколении. Японцы не подают надежды, верно? Почему вы продолжаете экономить деньги, когда их печатают другие? Почему вы продолжаете экономить деньги, когда они их печатают? Когда я в Японии – это то, что я называю страхом. Люди так боятся, потому что японцы – это хорошая культура, но они делают то, что им говорят. Верно – настоящие конформисты. Настоящие конформисты. Они сначала делают то, что им говорят, затем они копят деньги, их правительство, этот АБ, АБ-номика. Просто печатают триллионы денег и покупают ETF-фонды. И японцы не знают, что делают. Они боятся, что могут ошибиться. Они – хорошие маленькие ученики в школе. Иди в школу, получи работу, не совершай ошибок. Так что же происходит с обычным человеком в случае финансового краха? Он не знает, что делать. И сейчас, как вы знаете, средний класс во всем мире в катастрофической ситуации. Покупательская способность иены, евро, рупия – все они идут вниз. Люди работают все усерднее, усерднее и усерднее. И центральные банки мира печатают больше денег. И поэтому, если кто-то слушает нас, застрявших в этой бедной ловушке среднего класса, то он слышит страх. Это то, что в конечном итоге держит людей. Это тяжело слышать. Роберт, ну ты собираешься дать им информацию о том, что они могут сделать, как они могут выйти из этого страха? Каждый раз, когда я разговариваю с публикой, Лиман не приглашает меня, потому что он ушел. Но люди идут. Это так рискованно. То, что вы говорите, так рискованно. И я говорю, то, что я делаю, не рискованно для меня, но это рискованно для вас. И когда кто-то говорит, какой риск, вы должны посмотреть в зеркало. Для меня полет во Вьетнам был высоким риском. Но чем выше риск, тем большим он тебя учит. Ты это знаешь, я это знаю. Так что, если ты не будешь учиться, ты не будешь практиковаться и все такое, тогда ты должен делать то, что Уолл-стрит говорит тебе делать. Купи 41 тысячу долларов, боевые инвестиционные фонды, ETF-фонды. Но они являются фальшивыми активами, потому что сделают только Уолл-стрит или лондонские сети богатыми. Просто смотрите, куда утекают наличные деньги. Следуйте за деньгами. Причина, по которой богатые не работают ради денег, в первую очередь, высокий налог. Есть три вида дохода. Заработанный, активный и пассивный. Таким образом, заработанный доход приходит, если я получаю работу. Если я врач или программист, это заработанный доход, потому что я для этого работаю. Если я покупаю яблоки за 10 долларов и продаю их за 20, то это прирост капитала, это активный доход. Но пассивный доход, который является денежным потоком, никогда не облагается налогом. Сейчас все эти ребята кричат в Америке, налог богатым. Я говорю, удачи, потому что большинство парней жалуются, что не знают этих трех видов доходов, а богатые не работают. Бомб-случаи, у них есть активы. Обычный бедный парень посылает ребенка в школу, но там не учат этому. Так вот почему это фальшивка. Так мы сказали об этом в той газетной статье о Джареде Кушнере. И он объясняет, как Трамп и Кушнеры не платят налоги и зарабатывают миллионы долларов. Репортер не может его понять, потому что наши школы никогда не научат вас этому. Трем видам дохода. Они обсуждали богатых, сказали, что они неправы, и это обман, и мы видим это снова и снова. Амазон не платит налоги. Что вы говорите людям, когда они подходят к вам и говорят, Роберт, это нечестно, это нечестно, они не платят налоги. У монеты всегда три стороны. Орел, решка и ребро. На какой стороне находитесь вы? С моей стороны это честно. Но в этом разница. Каждый может делать то, что я делаю, потому что налоговые законы для каждого. Люди говорят, хорошо, налоговые законы только для богатых. Нет, налоговое законодательство предназначено для использования всеми, если у вас есть правильное финансовое образование. И причина того, что я сторонник финансового образования, в том, что без этого образования вам придется платить налоги. Мало кто будет покупать то, что я делаю. Сделай миллион долларов и заплати нулевой налог. И мой богатый папа научил меня играть в монополию. Вот как это началось. Четыре зеленых дома, один красный отель или формула Макдональдс. Макдональдс, Рейк Рок. Да, Макдональдс занимается недвижимостью. Они продают гамбургеры, но они покупают недвижимость и не платят налогов. Этот парень Безос. Он имеет 16 миллиардов долларов. Какой налог он заплатил с 16 миллиардов? Нулевой. И все-таки законно кто-то может это сделать. Все могут это сделать. Каждый может сделать это, но у большинства людей нет образования. Джаред узнал о деньгах, когда он был ребенком, наблюдая за своим отцом. За этими людьми в недвижимости и сказал, вау, вы не только зарабатываете деньги, но и сохраняете их. Это большая проблема, которую обычные люди не понимают. Смотри, сколько денег я заработал. Но сколько ты сохранил? Потому что это может быть половина. Какой налог вы заплатили? И мы всегда говорим, что это закон. Закон действителен для каждого гражданина. Вы можете сделать это, но большинство людей просто не делают этого. Иногда, как ты сказал, у них нет образования, но вы должны иметь план, если вы собираетесь делать рискованные вещи. На самом деле это не рискованно. Я имею в виду, что для меня риск, имея работу, платить налоги и экономить деньги, потому что они печатают их. Вот это риск. Это хуже всего. Поэтому есть фальшивые деньги, ложные учителя. Учителя никогда не будут. Они не знают этого. И поддельные активы, потому что Уолл-стриты в Лондонском Сити, братья Лиман или Голдман не скажут вам этого. Как поживают банкиры-миллиардеры сегодня? Обязаны они следить за вашими деньгами. Я должен был следить за вашими деньгами. Ты уже сказал здесь сегодня, что самый большой актив у тебя находится в твоем сознании. Что это значит? Если вы действительно хотите стать богатым, возьмите урок по недвижимости. Только так вы поймете, что недвижимость основана на долгах. Узнайте, как использовать долг, как возможность инвестировать. Поэтому, когда вы научитесь использовать долг, как деньги, которые можно привлечь, вы никогда не сможете сказать, я не могу себе этого позволить, потому что банки дадут вам эти деньги. После краха 2008 года банки выдали мне 300 миллионов долларов без уплаты налогов. Купил недвижимость, которую потеряли идиоты. Они были идиотами, потому что, когда они ее покупали, цены были так высоки. Почему вы покупаете это на вершине рынка? Они все говорили, нет, нет. Разве вы не знаете, это будет крах? Ну, теперь-то они знают. НБС привели к тому, что цены на недвижимость стали высокими, и остальные просто ждали. Затем, когда все это рухнуло, вся эта недвижимость стала теперь доступной, и им были нужны, Федеральному резерву нужны были парни, как мы, чтобы пойти туда. Таким образом, Уолл-стрит дала нам сотни миллионов долларов, чтобы выкупить всю эту недвижимость, которую эти парни проиграли. Сейчас это справедливо, потому что каждый может сделать это. Итак, вы знаете, когда я спрашиваю обычного парня, почему ты не используешь долги? Он не может. Он даже не может получить кредит, поскольку у него уже есть крупные задолженности. Вот что происходит в современном мире сегодня. Это фальшивые деньги, фальшивые учителя, фальшивые активы. Школьные учителя никогда не скажут вам это, потому что они этого не знают. Мой бедный папа никогда не знал этого, и он думает, что богатые мошенники. Богатые просто играют по другим законам. Правила одинаковые. Но вы должны делать то, что правительство хочет, чтобы вы делали. Никогда не говори, я не могу себе этого позволить. Спроси себя, как я могу? Причина, по которой у меня много денег, в том, что я не говорю, я не могу сделать этого. Я говорю, как я могу это сделать? И затем я иду и делаю это. Я делаю много ошибок, но так я учусь тому, как я смогу. Это просто вопрос личной силы воли, которая духовна по сути. Если они могут сделать это, я смогу сделать это тоже. И как я могу? Как я могу? Ты однажды сказал, что слова становятся плотью. Да, это так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok